так ну что друзья всем привет вы на канале михаилыч подписывайтесь ставьте лайк погнать так ну что друзья нашел я короче тут одно интересное местечко поеду сейчас его проверю и заодно много много кто в личку писал и комментарии оставляли по поводу моей прибора приборной панели то что я установил на снегоход вот попросили заснять видео сейчас заодно я там сделаю свои дела и засниму полный обзор про приборную панель также я приехал короче сыр тифкара что-то у меня короче перестал показывать температуру двигателя датчики почему-то перестали работать но не сами датчики а сам прибор этот перестал работать не знаю тоже сейчас посмотрю также для пилы тут приобрел сумочку такую распаковочку позже сделаю зацепил прицеп вот все выехал короче ну а что будет дальше смотрите не переключать гололедище пипец погодка сегодня овощи прекраснейшая светит солнышко гололедец так едем мы вот на эти поля там не одно местечко на проверить прокатимся там посмотрим так ну что выгнал буран пришлось тут наверно километра два-три проехать потому что не мог нигде развернуться и стал пошире место там в одном месте нашел и развернулся да тут ветрища пипец дует вон все затира а еще как-то прицеп на мойку сгонять а то после цифтовкара пипец он грязный до гаража доехать вы выложить варочную пушку болгарку там до хера до хера чего так ладно закрываю машину сейчас так ну вроде все все взял что хотел от еще ван крышка крышка на канистру на 10-литровую которого обломил тоже надо взять с собой так ну и дом краб залазит вообще все шикарно сейчас только надо будет тут порядок навести а то блин столько хламов все ремни я хочу сделать крепления и расположить их вот тут вот чтобы ремни тут лежали потому что очень много деметра занимаю более дон краб то офигенный залез поэтому по диаметру короче багажника все все прекрасно все застегиваю так почему-то у меня датчик температуры перестал показывать это я еще в конце нашей покатушки цифтовкаре заметил не знаю либо провода отошли но я щас тут прокачусь доеду там до места до которого хотел блин тут вот покатушки то надо было изначально тут устраивать то есть тут блин поля фух я не знаю километра два или три такое здорово тут ложок есть идет летка но под леткой ездить не буду но и нафиг короче уеду туда чуть-чуть сторону там же есть речушка короче место такое шикарно в следующий раз покатушку так следующий раз покатушку мы устроим здесь такое место хорошее также поле с этой стороны вот так мне главное сейчас тут не засадить его а то что-то ковыряться не охота с ним топорик то далеко у меня тут короче фиг найдешь она она кота топор вот вынести отдельно от его чтобы ничего тут не мешало ся не закрывается сидушка это очень плохо потому что весь снег полезет сюда сразу короче из-за ремней ремни мешают я думаю половину надо убрать отсюда потому что много места лампа паялина занимает были он все равно не закрылась и не закрылась много отколотить хотел ладно сейчас буду обзорчик небольшой делать и заодно приберусь так ну что мы выезжаем я на я сразу сходу за засадил что такое вперед не хотите ох нифига тут вот он чей не идет тут потому что снега пипец снега-то пипец снег-то пухлый такой пухлячок а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, короче, тут мне не проехать Из-за того, что Овраг глубокий Субтитры сделал DimaTorzok Блин, тут снегу-то пипят И в карбюратор везде налезу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это уже плюс. Так, друзья, ну что, вообще без проблем, сейчас приеду её домой, щёточкой всё почищу по-хорошему. У меня даже тут в сумке снег. Так, что я тут ещё прикупил для пилы, купил вот такую вот сумочку. В сумочке я купил шприц для смазки звёздочки. Сейчас это продемонстрирую. Я так понимаю, что шприц уже полный смазки синенькой. Работает всё элементарно просто. Тут вот надо почистить, если кто не знает, почистить отверстие смазочное. И просто потом в это отверстие вставляешь, ну, маслёнка или кто как отверстие называют, и просто потом давишь на неё, и всё, смазка вдавливается туда, и звёздочка смазывается. Такие вот дела. Ни фига себе тут система такая прикольная. Так, ну и вот смазываешь, и всё. Дальше, что я ещё купил. Свечку запасную, потом цепочка запасная. Купил этот, как он называет, саблян. Цепочки точить. Напильник, короче, вместе с ручкой. Плюс углы тут можно, короче, выставлять, какие надо. То есть, блин, вообще, вот как вот надо. Всё подтачиваешь. Так, дальше что ещё? Так, ну тут свечки для бурана. Лежат у меня НЖК. Их я уберу в другое место. Так, ну а так, напильник, смазка, запасная цепочка, отвертка. Ну, как бы, всё, всё, что нужно. Так, что, убираем, убираем всё. Чик. Блин, вообще, просто, самый, наверное, офигенный подарок. Также взял такую сумочку, чтобы сумочка влазила в чехол. Всё, всё тут полностью, всё закрывается. Под цвет сумочки чехол взял. Красненький тоже. И всё, вуаля, шикарно. Так. Так, всё, тут ещё лежит лопата. Плитка, баллончики. Мало ли, что ей понадобится. Так, бензин. Бензин, масло. Газовый баллон. Так. Лампа паяльная. Ну, скорее всего, что я уберу её. Данкрат. А где вот топор у меня? Блин, неужели я тогда в санях его оставил? Топорик-то. Вот. Так. И вот сейчас надо будет. Вот, вот и всё хорошо. Прячется. Ничего не выпирают. Всё хорошо. Так. Свечки мы ложим в набор. Для бурана. Тоже чуть-чуть попозже куплю сумочку такую же. Чтобы некие запчасти лежали под бурана там. И запчасти, и ключи. Всё, что, короче, нужно. Вот. Такие делы. Блин, я понять не могу, почему не работает датчик-то. Неужели, блин, датчик крякнул? Если крякнул, да, будет очень печально. Потому что, блин, он 5 тысяч стоит. Может, от вибрации штекер выпал. Блин, всё, батарейка. Короче, снял я кожух. Сейчас буду смотреть, что за фигня, почему. Почему не работает датчик. Тут в предыдущих видео я уже показывал, то, что у меня стоят силиконовые колпачки. Такие вот. Поставил. Ну, так поприкольнее смотрится. Синий и красный. Так, как вот их поставил, так они и не спадают. Всё хорошо. Так. Сейчас вот заглянул. Посмотрел. Вроде питание. Всё хорошо. Всё идёт. Но на тестером проверять всё это. Ну, сейчас приеду домой. Буду, конечно, это всё вскрывать. Смотреть. О! Заработал. Походу. Откряслися. Блин, я-то под расстроился. Маленечко. Да, тут плюсовой чуть-чуть. Отошёл проводок. Блин, тут что-то замыкает. Опять не работает. Всё, я понял. С питанием здесь проблемы. Плюсовой чуть-чуть отходит. И из-за этого он не работает. А так вот его пошевелишь. Вот так вот. Достал. Где-то. Где-то. Вот. Всё. Он начинает работать. Значит, всё. Это хорошо. Сейчас. Плюсовой. А, и минусовой вообще отпал. А не плюсовой. Всё. Я понял. Сейчас приеду. Обязательно всё это сделаю. А так. По приборке. Что у меня. Короче, в Кире я все магазины объездил. Нигде ничего не нашёл. Вот этих датчиков. Короче, всех приборов. Нашёл только вот такой температуры. Он стоит там от девяти. Ну, не именно такой. Фоточку я вставлю какой. Там от девяти до двенадцати тысяч. Что-то я подумал. Для датчика это фиг знает. Тем более, Буран. Вещь такая ненадёжная. В плане того, что тут скачки напряжения. И может выйти из строя. Этот датчик. И, блин, поставишь за десять тысяч. И он там замкнёт. Или ещё чего-нибудь. Либо от вибрации. Там плата. Кукушку я там встряхнёт. Или ещё чего-нибудь. Так. Этот я заказывал на Валбрес. Он там один был. Я его не успел заказать. Короче, продали и ждал. В лист ожидания положил. Только он выскочил. Я его сразу же купил. То есть, они по одной штуке его выкладывают. И их разбирают прям, блин, сразу же. Что тут? Мототермометр МТ-50. У меня вот такой стоит. Вот. Их, блин, разбирают сразу же. Как горячие пирожки. Там есть сейчас какие-то аналоги. Наподобие вот такого. Как вот у меня. Блин. Датчик температуры. Кружающей среды. Ну, плана такого же. Вот они с датчиками уходят туда. Подключаются. И типа всё. Так вот работают. Ещё какой-то там вид. Фоточку я всё скину. Дальше. Датчик уровня топлива. Тоже я по городу искал. Нигде такого нету. Мониторил на Ваубрисе. Таких нету. Нашёл на Алиэкспрессе. Обошлось мне где-то около двух с половиной тысячи рублей, по-моему. Я его дождался. Он мне пришёл. Я тут всю проводку подключал через замок зажигания. Думал, замок поворачиваешь. И тут начинает всё работать. Но так как на Буране не постоянный ток, были скачки напряжения. И, короче, у меня вот этот датчик сам сгорел. Который я самый первый заказывал потом. Заказал я, короче, второй. Такой же. Всё установил, всё поставил. Потом всю проводку сделал через аккумулятор. Чуть тут через гофру полностью всё вывел. И провода вывел сюда. То есть у меня отдельный провод идёт от аккумулятора на всю вот эту приборку. Вот. И выключается он у меня тут кнопочка. Вот выключить, включить. Всё это, повторюсь, идёт от аккумулятора. От замка зажигания там надо от замка зажигания надо либо реле ставить, либо какой-то выпрямитель, чтобы ток постоянно держал определённый ампераж или как там правильно-то, чтобы не было скачков. Вот. Дальше идёт у меня заряд. Блин, опять батарея села, хотя кажется, что полная батарея. Блин, это не оригинал. Фигня вообще полнейшая. Быстро дохнет. Вот. Остановился я на чём? Остановился я на зарядном. Тут у меня идёт Type-C. Здесь вот и идёт USB. Потому что сейчас много какие USB-шники идут на Type-C. На USB уже мало кто пользуется. Вот у меня, допустим, iPhone плюс для коптера, для GoPro. В основном у меня всё Type-C идёт на зарядку. То есть идёт Type-C, Type-C. Вот. Есть, конечно, у меня USB-шники эти, но от них я стараюсь избавляться, потому что через Type-C зарядка намного быстрее идёт. Вот. Также тут вольтметр стоит. Показывает уровень заряда аккумулятора 12,4 кажет. Также установил я сюда часы. Так вот это часы выглядят. Показывает у нас 14,36 сейчас сверим с телефоном. Так. 14,30. Ну, я тут всегда, короче, выставляю на 5 минут раньше, чтобы никуда не опаздывать. Вот. П-пунктуальность, как говорится. Вот. Так, блин, вообще, вот сколько вот я уже езжу после установки этих часов, блин, мне не приходится останавливаться, смотреть на телефон, либо же тут рукав поднимать, чтобы на часы посмотреть, короче, блин, я еду, смотрю, ага, время тут. Зарядка такая, температура такая, уровень топлива такой. То есть, у меня полностью все здесь, мне не надо останавливаться, чтобы открывать капот, смотреть, сколько у меня бензина осталось, а там, и тому подобное, трогать горшки, там, или еще что-то, то есть, все информационно, информационное, короче, табло у меня вот здесь, короче. Вот. Также установил датчик температуры окружающей среды тоже, блин, штука вообще офигенная. Допустим, приходишь вот так вот, сколько градусов, надо в телефон лезть и смотреть, сколько сегодня градусов и тому подобное, либо же самому гадать, сколько градусов, а тут просто чик посмотрел, ага, сегодня у нас 8 и 9, и все, но один единственный минус, короче, провод я заложил тут по панели, потом он у меня идет через гофру и вывел я его сюда к аккумулятору. Нет, тут не увидите, потом я это все покажу. Короче, сам датчик у меня вот здесь стоит и когда нагревается двигатель, я не знаю, может из-за провода то, что провод находится в тепле и иногда кажут, короче, не те показания, допустим, на улице 20, а он кажет 10 либо 11, то есть какое-то кипо все равно от двигателя идет, вот, думаю, сейчас куда его перенести, вот, уже 9, только показывал, сколько он там показывал, 8 и 9, а сейчас уже 9 и 1 кажет, то есть остывает двигатель и температура соответственно опускается, вот, ну, думаю, все подробно рассказал, еще раз повторюсь, этот датчик температуры я заказывал на Валбрес, обошелся он мне около 5000, этот датчик я заказывал на Алиэкспресс, обошелся он мне, ну, около где-то двух с половиной тысяч, плюс закупал я еще за тысячу датчик, еще один, то есть 3,5 тысячи вышло, это я заказывал на Валбресе, там, ну, рублей, наверное, 300-400, точно не помню, ну, до 500 рублей, эти часы заказывал тоже на Валбрес, ну, тоже до 500 рублей, и этот датчик заказывал, он рублей 300-400 тоже стоит, дальше много кого интересовали вот эти зеркальца, это зеркальце с машины, я их заказал и установил на Буран, и вообще нисколечки не пожалел, блин, штука офигенная, я вот сейчас вот, мало, стал назад оборачиваться, чтобы посмотреть, сидит ли кто-то в прицепе, не выпал ли из волокуш, короче, вот, то есть я сюда посмотрел, и все, регулируются они, вот, нажатием нажал, они все, поехали, куда тебе надо, вот, всякое, вверх, вниз, туда-сюда, я сейчас на машину точно такие же буду устанавливать, то есть два штуки с обеих сторон, вид вообще просто офигенный, дальше, кто-то мне писал, как ты закрепил сумку, не мешает ли она тебе, потому что тут тросик газа, тормозной шланг идет, также подсос, мешает она в одном, в одном положении, когда руль поворачиваешь на бок и постоянно выключает, даже вот где-то на видео, это много раз я заснимал, выключает фароискатель, то есть едешь, едешь, руль поворачиваешь, фароискатель выключается, вот единственный минус этой сумочки, а так в принципе все хорошо закрепляется, она тут на липучках, я просто так несколько раз тут на руль обмотал, здесь на руль обмотал и там внизу тоже липучки прикрепил тоже к рулю, то есть все хорошо, все надежно держится, тросик газа, все свободно тут, то есть ничего не мешается, тормозной шланг, ну то есть все, все вообще хорошо, по подкачке топлива, я чуть-чуть сумочку вот так вот приподнимаю и начинаю качать, то есть все хорошо, все не мешается, также установил для навигации у меня охотничий, ну не охотничий, а просто водонепроницаемый противоударный второй телефон, который я использую только на охоту, на рыбалку, в повседневной жизни я пользуюсь другим телефоном, а если я иду на охоту, на рыбалку, беру кирпич, короче, у меня есть противоударный, водонепроницаемый, туда я установил приложение навигации, блин, XZ Explorer, по-моему, как-то так называется, скачал карты района, и то есть, блин, вообще просто навигатор офигенный, вот он тютелька в тютельку все показывает, плюс карты района, ну, можно области скачать, выбираешь карту, в каком ты квартале находишься, такую ты карту выбираешь, и тебе все там вообще четко, все кварталки, все линии, ну, все, 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 что, короче, на карте указано, все показывают, все мосты, все реки, болота, выделы всякие, где там еловые, березовые, короче, лиственные, ну, вообще всякие, всякие там, блин, реально офигенный вообще просто навигатор, и вот, я засовываю его сюда, крепится он тут на руль, ну, это, можно сказать, велосипедное крепление, и большие части к велосипеду, но я тут это сделал, по-хитрому, установил на снегоход, блин, штука вообще офигенная, мне нравится, тут тоже она водонепроницаемая, все просто офигенно, ни снег туда не попадает, ни вода не потеет, вообще просто все хорошо, тут просто, у меня чехол открытый был, и снег туда залез, я так его что-то не достал, не просушил, а так, когда вот, я его с нуля поставил, все закрыто у меня было тут, то есть я, наверное, ну, месяц, ну, месяц, да, я, наверное, ездил, там даже не снежинки, ничего не было, потом засовывал телефон, потом доставал, и забыл, на молнии закрыть, и снег попал, и чуть-чуть отпотело, либо снег там замерз, короче, непонятно, молния тут, влагостойкая, водонепроницаемая идет, сделала на страховочную веревочку такую, что мало ли, если тут крепления от мороза лопнут, хоть на страховке он будет висеть, и я телефона в глубоком снегу не потеряю, так что, думаю, все по панели я рассказал, даже больше, что нужно было, вот, тут порядок, я все навел, сейчас приеду в гараж, буду с датчиком разбираться температурой, все буду это настраивать, все делать, почищу, отряхну его, еще, а, я же купил, блин, эту, липучую такую губку, я же хотел тут все обшивать, если время будет, я все это сегодня обошью, все сделаю, чтобы снег не попадал, все хорошо, чтобы было, вот, заодно тут приберусь, полностью весь снегоход почищу, завтра мы едем на рыбалку, куда расскажу в следующем ролике, рыбалка у нас будет вообще суперская, там, до реки надо будет добираться почти 40 километров, в одну сторону и 40 обратно, и заодно завтра, вот, главное не забыть мне заправить полный бак, с собой я еще 30 литров буду брать на всякий случай, да даже 10, наверное, возьму, в принципе, одного бака должно хватить там на 80, километров, заодно я все замерю, ну, с какой скорости поеду, в одну сторону, потом в другую, и посмотрю, насколько километров хватит бака, вот, ну что, все, сейчас ставлю крышечку, все делаю, еду там, еще в одно место, наверное, там покатаюсь, и поеду в гараж уже, наводить марафет, заправлять, и это, готовить к завтрашней рыбалке, снегоход, ну, а что было дальше, смотрите, не переключать, так, ну, все обратно, ставлю, снега болен, конечно, тут, намело, пипец сколько, болен, сломал, пластинку, ладно, сейчас приеду, все сделаю, еще надо с этой стороны, пластинку наклепать, потому что тоже, отпало у меня тогда, снегу набило, я что-то ставить не мог, и стукнул сверху посильнее, и она отпала, так, что я еще хотел, так, тут на канистре, я обломил, обломил защелочку такую, она предотвращала откручивание крышки, и вот, крышка чуть-чуть ослаблялась, и бензин подвытекал маленечко, также на Ваубрисе, ну, почему я стал на Ваубрисе заказывать, потому что, блин, я не могу в городе нигде, такие товары найти, вот, вот эта пимпочка у меня отпала, вот она здесь должна быть, а ее нет, из-за этого чуть-чуть приоткручивается, крышечка, и маленечко течь идет с канистры, так, что я сейчас тут выкручиваю, и еще какой момент у меня, здесь идет, короче, с горловинкой такой, вот, горловинка достается, вот, вот так вот она достается, сюда делается, потом крышка, ну, тут пробка, я моя, тут еще пробочка, вот есть, пробка достается, вот так вот, горловинка одевается, и, тем самым, заливаешь бензин, выкидывать я ее не буду, хотя хотел выкинуть, но, думаю, на запас оставлю, пусть будет, так, эту фигнюшку, сейчас я все снимаю, и ставлю новенькую, так, новенькая, ох ты, блин, по размерам она не та, она походу на большую, вот это я что-то не учел, ну, ладно, будет на двадцатке, за запасной частью тогда, а эту все обратно ставлю, блин, да, что-то я, опростоволосил, со маленечко, так, ну, что все тут, ааа, я моя, полная канистрочка, блин, в эту горловину набирается, бензин, вот, вот так вот, и потом, блин, когда достаешь, либо засовываешь, бежит бензин, вот, сейчас приходится до жопы затягивать, и все, ложить туда, все хорошо, так, эту я обратно положу, запакую, чтобы ее не сломало, будет у меня, как эндзе, тогда сейчас буду, на маленькую, такую канистру, искать, искать пробочку, так, ну, что, все, мы мчим далее, эва, так, все закрывается, плотненько, все прибрал там, все хорошо, да, друзья, тут мне еще в комментариях, мужичок написал, спасибо ему, прислушался я к его, нему совету, просто, до этого, я немножечко, неправильно, делал, короче, вот, я останавливался, и, блин, как на стелсе, потом, привык, что газу даешь, он выезжает, а на буране так делал, он не выезжает, он просто закапывал, ну, бывает, и, что и стелс, тоже закапывался, но, все равно, в любом случае, у стелса мощи хватало, он даже, снег до земли продирал, потом, это, за землю, хватался, и, просто, выпрыгивал, короче, а у бурана, немножечко, грунтозацеп, поменьше, даже, ну, сантиметра, может, два, два с половиной, меньше, из-за этого, он просто, утонул, и все, и плюс, еще тут, конечно, морда его, сильно держит, из-за одной лыжи, у стелса, все равно, хоть, что, у тайги, у стелса, там, ну, у всех, у двух лыжных, снегоходов, получается, морда, повыше, а жопа тонет, из-за этого, он это, как бы, пытается, вылезти, а здесь, если копанулся, он все, он весь сразу провалился, и все, и ни туда, ни сюда, вот, такие дела, и мужичочек, мне там, написал, спасибо ему, огромное, типа, если ты встал, проедься вперед, назад, а не, он мне как написал, типа, сдай назад, и газу сильно не давай, я тут, вот ехал по пухляку, чувствую, что у меня все уже, я остановиться хотел, чувствую, что буран тонет, я потихонечку остановился, сдал назад, вперед, то есть, набил себе клюв такую небольшую, остановился, и все, сейчас вот посмотрим, как он устроится, вот, такие дела, ладненько, все, короче, мучим, так, ну что, помчали, ой, то шо, пересосал ему маленько, как очнул, ну что, все, мчим, так, эту приборку я выключу, чтобы пока не замкнуло там ничего, потому что минусовой, чтобы на плюс не доскочил, и ничего у меня тут не погорело, ну что, все, помчались, ух, и не смешит. что-то не нравится мне как двигатель работает какими-то перебоями так друг 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 что-то фиг знает сейчас тоже посмотрю может и снег попал потому что он тут сосули такие висят везде может карбюратор пыль снежно попала может свечки опять чё козлят фиг его знают ну что-то мне игорь какая еще все до сих пор обгорают что друзья еще хотел сказать по поводу лобовухи вот это ветрового стекла блин вот на новых моделях вот на лидерах они уже более менее продуманные но вот еще бы чуть-чуть бы вот сантиметров ну где-нибудь и на 8 приподнять и чуть-чуть вот эти вот бака пошире сделать и блин вообще бы четко было то есть бывают когда-то вот надо тебе привстать и резко просто все тебе в лицо летит вот был было бы стекло чуть-чуть повыше как раз бы это снег бы огибал бы тебя и все бы вообще шикарно было по поводу я вот много на видео где езжу без рукавиц я просто включаю подогрев еду то есть руки идут за стеклом блин ветер не попадает на ручки сразу же огибает так вот ну блин вообще все прикольно ну вот говорю вот эти бы места чуть-чуть бы пошире бы сделали вот тут вот и повыше бы приподняли блин вообще бы шикарно а так вот если сидя едешь ну мне комфортно нравится вот с моим ростом хотя небольшого роста но все равно да вот так вот бы чуть-чуть бы побольше стекло ну это мое личное конечно мнение а так в принципе блин стекло вообще хорошее единственное то что вот как-то бы еще бы с подогревом бы вопрос решить потому что тут намерзает и бывает вот вообще не видно ничего приходится выглядывать за стекло либо приставать смотреть и также вот повторюсь что весь снег в лицо летит если ты без очков едешь либо же без каски вот такие дела как вот я в предыдущих видео говорил что я хотел в этот там ну блок или как называется короче сделать два флянца и вывести сюда подогрев воздуха чтобы воздух шел на ветровое стекло и чтобы тут все обогревалось а также можно было хоть что-то посушить либо также съемочную аппаратуру погреть так что вот этим вопросом я займусь чуть позже хотя блин уже февраль сегодня у нас какое сегодня у нас 17 по моему до 17 февраля друзья кстати у меня сегодня второе день рождения моего канала так что хочу себя поздравить хочу канал поздравить хочу вас поздравить с такой ну небольшой незначительной датой спасибо всем кто смотрит кто меня поддерживает пишет в личку интересуются спрашивают так что вот большое спасибо за поддержку за все короче жена мне хотела заказать торт не знаю заказала не заказала хотела тортик заказать там написать youtube там туда-сюда и два годика короче вот не знаю может сюрприз будет пока еще ничего не говорила ну что все мы мчим гараж и сейчас будем все это смотреть все недочеты устранять такие вот делу ну что все мчим дальше после переборки карбюратора настройки карбюратора замены колпачков он у меня почао стал холостой ход держать хоть в холодном состоянии хоть в горячем состоянии двигатель держит обороты вообще просто офигенно а так я подождем машина едет блин я вот не знаю прокатиться до туда хотел я речку там посмотреть что и как кто-то стелса везет викинга вот хотел я речушку там посмотреть пробуриться пробуриться там посмотреть водится ли рыба там протекает небольшая речушка называется осиновка вот блин не знаю время так то у нас уже позднее надо бы мне еще снегоходом заняться еще хочу на мойку прицеп загнать а то блин страшно смотреть после сыфтовкара приехал он смотрите какая соль на нем песок там перри песка просто не жалеют валят ваще труба так но опять что он все резинки раздолбила там болт загнула он видите болт начала опять выгибать из-за этого тогда у меня ухо порвало короче а так вон он опять болтаться то есть надо опять болты менять я уже замучился болты менять резинки менять этот вот более-менее что-то держится и почему-то вот эту постоянно сторону раздолбливает резинки выкручивается болт выпадывает амортизатор я хрен на я уже тут замучился и амортизаторы менять уши загибает так что сейчас приеду еще надо будет прицепом заняться а также ух тут заштукатурила да надо на мойку тут короче постоянно отпадают провода блин тоже подбешиваю от маленечко так что вот отпал короче провод минусовой из-за этого у меня подсветка не работают и не работают левый габарит так поворот работают стопы работают но не работают габарит короче такие вот дела мадник чё я все завожу машину заезжаю на прицеп еду домой также мне еще надо будет колесо накачать правой стороны что-то поспустила малеха и тут вот большое колесо ставил блин с ним намного удобней то есть он и в снег лезет и все где-то я не могу заехать мне не хватает ширины то есть надо выворачивать а я уже короче в бровку упираюсь то есть я отцепляю прицеп ставлю на эту колесо и начинаю руками закатывать все катится все легко также если кто-то не видел установил я балку на на теху блин светит она вообще просто офигенно такой вот вид имеет также установил риллинги и установил балочку сейчас блин едешь вообще просто шикарно так что вот такие дела ладненько чё я загоняю заезжаю едем мы домой в гараж и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Снегоход и все. То есть я его там почистил. С датчиком температуры разобрался. Прикрутил провод. Минусовой. Все заработало. Все хорошо. Так. С прицепом мне не удалось позаниматься. Потому что я его на мойку хотел загнать. С мойки там мойщик уже ушел домой. Короче, сказал. Либо завтра, либо потом. Приезжай. Завтра мы уедем на рыбалку. Завтра 100% не получится. Ладно, что. Ну, все равно до конца... До конца февраля надо мне полностью... Все подготовить. Прицепы. Сани. Снегоходы. Чтобы ехать уже... С надежной техникой на рыбалочку. Так. Еду заправляюсь. Потом разбодяживаю бензин. Заправляю снегоход. И все. Приехал к Игоре. У Сани мы уже собрали. Положил палатку. Лыжи. Мотобор. Буры положили. Мне там что останется. Еду положить. Вещи запасные. Мало ли что. Если кто-то окунется в реку. Либо сам окунусь здесь. Чтобы переодеться. Вот. Завтра что обещают. Снегопад сильный. Там 80% по-моему стоит до года. Из-за этого буду палатку брать. Если мало ли кто-то вымочится. Ну или так просто, чтобы посидеть. Перекусить. Чтобы снег не падал. Короче в комфорте. Чтобы все было. Все. По фуншучку. Так. Ну что все. Я мчу. На ГСМ. Да блин офигеть. 92-й. 49-й. 90-й. 95-й. 55-й. 40-й. Дизеляка. 64-й. Офигеть. Цены. Да вообще что-то. Опять. Скаканули. Приганули. Я просто блин. В шоке. Просто в шоке. Так. Ну что. Все заправился. Сейчас еду до Игоря. И потом заправлять снегоходом. Так. Ну что. Короче. Бадяжу. Бадяжу масла с бензином. Вот. Кто сколько что заливает. Говорить я не буду. Что там. Не говорили. Я заливаю так. Другие заливаю так. Чтоб все равно. Ничего там не было. Вот. Такие дела. Сейчас короче все это мешаю. И заправляю в бурашку. Поднялся. Ветрище. Пипец какое. Ветрище. Так. Ну что идет. Заправочка полным ходом. Заправляю я через насос. Так. Возьму наверное я с собой не десятку. А. Двадцатку на всякий случай. Чтобы не обсохнуть по дороге. Я мая. Так. Ну что друзья. Все короче. Заправил я. Буран. Подготовил к завтрашней поездке его. Также. Мне пришло еще дополнительно. Колено. На печку. Надо будет мне взять посуду. Еду. Рюкзак. Вещи. Там. Костюм. И все. То есть. Я уже собран. И все готов. Так что. Пожелайте нам удачи. В рыбалке. Ну что друзья. Вы были на канале. Михалыч. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Всем. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok